Дорогие братья и сестры, я хочу прочитать текст Священного Писания из книги пророка Иеремии, 32 глава, с 38 стиха. И еще потом один текст Писания тоже прочитаем и порассуждаем об этих текстах. Это книга пророка Иеремии, 32 глава, с 38 по 40 стих. Они будут моим народом, а я буду им Богом, и дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им. И страх мы вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И еще один текст записан в книге Бытие, 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворимому помощника, соответственного ему». Братья и сестры, вот из прочитанных текстов Святого Писания видно, что у нашего Господа была цель, прежде чем образовать семью. «Чтобы человеку было хорошо, сотворимому помощника, чтобы ему было хорошо». И в первом тексте Писания тоже написано «И дам им одно сердце и один путь ко благу своему и благу детей своих после них». Братья и сестры, вот Господь предвидел цель, прежде чем образовать семью. «Чтобы человеку было благо, чтобы человеку было хорошо в семье». Это была цель нашего Господа. Но что нужно было для этого? Для этого нужно было определенное условие. Написано, что «дам им одно сердце» Да, как тут написано? «Дам им одно сердце и один путь». А бывает так, братья и сестры, когда человек живет под одной крышей вместе, муж и жена, когда воспитывают совместных детей, но они не вместе. Такое может быть или нет? Может такое быть, к сожалению. К сожалению. Люди живут вместе и живут уже долгое время, и воспитывают совместных детей, и какие-то планы у них есть, но они не вместе. Они не вместе. Братья и сестры, для того, чтобы человеку было хорошо в семье, для того, чтобы в семье, как тут написано, человеку было благо, нужно, чтобы и муж, и жена были вместе, чтобы их ничто не разделяло. Знаете, само слово «общение», оно подразумевает под собой иметь что-то общее. что-то общее. Когда у человека есть что-то общее, получится общение. Если какая-то есть тема, которая волнует и одного, и другого человека, получается общение. Если общего ничего нету, общение не получится. И я еще раз хочу повторить этот очень важный момент, что прежде чем образовать семью, Господь желал, хотел так, чтобы человеку было хорошо в семье, чтобы это было как бы преддверие неба, чтобы, живя в семье, в семейной жизни, он мог иметь счастье, он иметь радость мог, он мог иметь благо, как тут написано. И для этого очень важно, повторюсь, братья и сестры, чтобы в нашей семейной жизни мы могли иметь единство, единодушие, единомыслие. И мне сегодня хотелось обратить внимание на некоторые причины, которые могут способствовать нашему единству друг с другом в семейной жизни, а могут, наоборот, разделять нас. Могут, а наоборот, разделять. И вот хорошо, конечно, когда приходишь в семью, а там такой добрый климат, один и другой понимают друг друга, когда не надо много говорить, достаточно просто, просто взгляда. И человек все понял. Братья и сестры, как это прекрасно и замечательно. И человек радуется этому, человека влечет в семью, он хочет быстрее попасть в семью. А бывает наоборот. Бывают другие случаи, когда человек тянет время, он задерживается на работе специально, специально. Иногда бывает так, что он куда-то вдруг уезжает, якобы ему надо уехать куда-то. И все это потому, что ему некомфортно находиться в семье, он не хочет там быть, там нет единства, там нет единодушия, там нет понимания. И плохо человеку, плохо. Куда-то все потерялось. Вот те отношения добрые, которые были раньше, когда они только-только поженились, вышли замуж, и вдруг куда-то все это потерялось. И на сегодняшний день, на сегодняшний день все весьма печально. Братья и сестры, как важно, чтобы мы могли со своей стороны стараться к единодушию и к единомыслю. вот что может способствовать таким добрым отношениям в наших семьях? Вот первое, на что мне хотелось обратить внимание, это способность чувствовать обстановку, ситуацию, иметь такую тактичность, вот чтобы я мог чувствовать, что мне говорить и что не говорить. Вот бывают моменты, когда тебе нужно обязательно что-то сказать. Обязательно что-то сказать. Для человека это нужно. Какое-то слово утешения, какое-то слово ободрения, не пройти мимо. Мардахей говорит Иисфире, если ты сейчас промолчишь, то имей в виду, спасение все равно придет, но знай, что твой дом и ты погибнете. В тот момент, когда был Мардахей и Иисфирь, молчать нельзя было, нужно было говорить. Нужно было говорить. Бывают моменты, братья и сестры, когда говорить не надо. И нужно вот это как-то понимать, нужно это чувствовать. Нужно как-то сердцем осознавать, вот понимать ситуацию. Вот в книге-притче написано «хорошо слово вовремя». Вот когда слово вовремя, оно всегда хорошо. Бывает у человека хорошее слово, но оно совершенно сейчас не вовремя. Совершенно не вовремя, а нужно что-то другое. Иногда человек говорит какие-то стандартные фразы, но они совершенно не утешают его. Вот если мы читаем книгу Иова. Иова постигла бедствие. За короткое время он лишается детей своих, скота, имущества. Он покрывается проказой. И вот три его друга приходят к нему, некоторое время молчат, да, а потом начинают ему говорить, начинают какие-то нравоучения говорить, братья и сестры. И Иов им говорит, вот выслушайте просто меня внимательно, и это будет утешением для меня. Вот просто выслушать человека, послушать его, переживания, не перебивать ему, не торопиться давать какие-то советы, а просто послушать человека, это уже для человека будет каким-то утешением. Поэтому, братья и сестры, я думаю, что очень важно, чтобы мы могли вот понимать обстановку, понимать ситуацию, где я должен говорить, а где я не должен говорить. Вот в первой книге царств, первой книге царств рассказывается об Авигее и Навале. Помните, да? Авигея вдруг узнает о том, что Давид с войском своим идет для того, чтобы совершить суд над Навалом. И она посмотрела, что Навал не в состоянии, он пьяный, и она безведова Навала оседлает осла своего, навьючивает его всякими различными продуктами и идет навстречу Давиду. Она ни слова не сказала Навалу. И потому что понимая, что в этот момент не надо говорить с ним, не надо, нужно промолчать, не надо. И тогда, когда она решает этот вопрос и Давид свое решение устраняет, он поворачивает назад, она приходит домой и потом она говорит, что могло бы быть с Навалом в этот момент. Братья и сестры, как вот важно, чтобы мы могли чувствовать в наших семьях обстановку. Иногда человек приходит с работы какой-то удрученный, без настроения. Иногда у него какие-то внутренние проблемы, переживания. И в этот момент, конечно, не нужно говорить каких-то вещей, которые не будут восприниматься человеком. Вот знаете, написано, что цель увещания – это любовь от чистого сердца и нелицемерной веры. Когда я хочу поувещевать другого человека, нужно всегда понимать, какую цель я преследую. Если моя цель, мое желание помочь человеку, если моя цель проявить любовь к этому человеку, это один вопрос. А если в моем сердце есть негодование, если в моем сердце есть какое-то вот к человеку раздражение, я не вмещаю его, он что-то мне сделал, я пытаюсь ему выговорить. Братья и сестры, как правило, доброго результата не будет. Как правило. Вот написано, что кроткий ответ, он устраняет гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Возбуждает ярость. И вот очень важный такой момент. Вы знаете, у нас в нашей церкви была одна пожилая семья, вот они прожили совместно почти 75 лет. Их совместная жизнь была 75 лет. И он старше ее на 5 лет отошел в возрасте 95 лет. И она 5 лет она потом прожила после похорон. И она тоже прожила 95 лет. И я вот обратил внимание, люди пожилого возраста, им уже за 90 лет. Ну, казалось бы, ты меня не трогай, я тебя не трогаю. Ничего уже как будто бы и не надо. Но я обратил внимание, насколько у них добрые отношения были друг с другом. Насколько они по-доброму в старости относились друг к другу. И я посещал эту сестру, и я говорю, вот в чем секрет ваших таких добрых отношений. И она рассказывает, говорит, разное бывало. Бывало, мой Коленька придет с работы, и говорит, видно, что он не в настроении, настроения совершенно нету, у него какие-то переживания, и я все свои проблемы, которые у меня, я им ничего не говорю, ничего не говорю, я молчу, я понимаю, что сейчас говорить нельзя. Они не воспримутся, никак не воспримутся. Или бывает так, что Коленька мой на что-то обидится, огорчится. Ну, они уверовали в старости, они до этого, ну, как бы обычные люди, мирские, светский образ жизни вели, уверовали в старости. И он говорит, я смотрю, мой Коленька на что-то обиделся, со мной не разговаривает, или мы с ним о чем-то повздорим. И я жду своего Коленьку вечером, говорит, я приготовлю все ему, поставлю на стол, приходит мой Коленька, я как ни в чем не бывало, Коленька, садись, поужинай, вот, и он садится, смотрю, он уже повеселел, глаза ему уже совсем другие, уже в глазах нету какого-то огорчения такого, он готов беседовать, он готов общаться. И тогда я начинаю с ним общаться. Вот, знаете, это очень важно на самом деле чувствовать обстановку, иметь такой вот проницательный такой взгляд. Могу ли я сейчас на данный момент говорить, или лучше помолчать? Я повторюсь, Писание говорит «хорошо слово вовремя». Когда оно вовремя, тогда оно хорошо. И хорошо, когда мы имеем чуткое внимательное сердце друг к другу. Вот написано, что когда Петр, Петр, ну, произошло в его жизни, что он трижды отрекся от Господа, и Писание говорит, что Христос просто на него взглянул. И это было достаточно для Петра. И Петр написано горько заплакал. Не было ни слов упрека, как же ты, Петр, мог так поступить, почему ты меня предал? Он просто на него взглянул, и для Петра достаточно было взгляда, потому что Петр имел чуткое сердце. как хорошо, когда в наших семьях мы имеем чуткое внимательное сердце друг к другу. Когда мы читаем книгу Неемии, там тоже приводится такой интересный случай, когда Неемия, будучи веночерпием у царя, он предстает при царя для того, чтобы совершить свое обычное дело, и царь Артаксеркс, это могущественный, сильный царь, он обратил внимание что у Неемии что-то не так. Его лицо уже не такое, как оно было вчера и третьего дня. И Артаксеркс спрашивает Неемии, все ли у тебя хорошо, или может быть у тебя какие-то есть переживания. И Неемия говорит, и я испугался, вроде бы я не был печальным, но мое состояние, мое настроение царь увидел. Братья и сестры, как это прекрасно, когда мы способны видеть настроение друг друга. Когда мы, знаете, не подливаем масло в огонь, и так накаленная атмосфера, а мы раз и маслица в огонь подлили, а потом еще, и получилась ссора, получился конфликт. Вот мудрый человек, он не дает прорваться ссоре, не дает. он старается всеми силами для того, чтобы эту ссору прекратить. Я помню, у нас брат такой был, Леня его звали, ну, мы вместе какое-то время совершали служение в Вологодской области, в Кичгородке, потом он погиб, Леня. Погиб он, вот, и мне было его очень жалко, и вот, знаете, всякий раз, когда я его вспоминаю, я вспоминаю его особенность характера. У него была такая особенность, он был человеком весьма миролюбивым. Вот я сколько раз наблюдал картину, назревает конфликт, идут обвинения в его адрес, и он как-то, знаете, спокойно встает, что-то такое скажет, и все успокоились. Я удивлялся, как у него все это получается. Я просто удивлялся. Братья и сестры, вот написано блажерный миротворцы, те, которые творят мир, те, которые не раздувают ссору, конфликт, а они, наоборот, со своей стороны прилагают все усилия для того, чтобы мир был. Мир был. Вот в Священном Писании тоже приводится такой случай, мне тоже очень нравится, когда Бог одерживает великую победу с помощью Гедеона, помните, да? 300 воинов одерживают великую победу над мадьянитянами. И, казалось бы, нужно было бы порадоваться вместе, но подходят князья и начинают приступать к Гедеону и ссориться с ним. Почему ты нас не позвал? Ты должен был нас позвать. И Гедеон спокойно отвечает, разве я это сделал? Вашими руками Бог одержал эту победу. И написано «И успокоился дух их». Успокоился. Братья и сестры, как прекрасно, когда мы выступаем в качестве миротворцев, когда с нашей стороны мы прилагаем все усилия и все старания для того, чтобы мир был в моей семье, чтобы утихомирить какой-то конфликт, который назревает. может быть мне придется выслушать какую-то неприятную вещь в свой адрес. Но если я человек кроткий, я спокойно переживу это и проглочу то, что мне не нравится. А если я, у меня много амбиции, и если я человек требовательный, я отреагирую на это и к миру это не послужит. Вот это первое, на что мне сегодня хотелось обратить внимание способность чувствовать ситуацию. Вот, ну как бы иметь такую тактичность, деликатность, вот способность видеть настроение человека и не делать ничего такого, чтобы способствовало раздору. А наоборот, все дело для того, чтобы утихомирить конфликт, утихомирить какую-то назревающую проблему. Братья и сестры, следующее, на что мне хотелось обратить внимание, это время, время для совместного общения. Написано, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. это как драгоценные лезь, стекающие на бороду, бороду Ааронову. Там заповедовал Господь благословение и жизнь навеки. Вот там это когда есть общение, там благословение и там жизнь навеки, когда есть общение. Братья и сестры, я знаете, вот уже не один раз наблюдал такую картину. если человек имеет контакт с другим человеком, у него есть общение с другим человеком, то знаете, даже если он не всегда правильно поступает, то к нему снизойдут, его недостатки покроют, если есть контакт. А если этого контакта нету, то все подметят, все-все твои недостатки, все абсолютно недостатки они будут подмечены. И очень часто проблема в семье заключается в том, что нету общения между родителями и детьми, между мужем и женою. Нету должного общения, хорошего, теплого общения, которое должно быть. И начинаются придирки, ты это не то сделал, или ты почему это не сделал, и начинаются всякие выговоры, всякие упреки взаимные и так далее, и тому подобное. Братья и сестры, вот знаете, когда есть общение, вот это все, оно уходит на задний план, на задний план. Вот почему человек кричит на другого человека, вот почему так? Вот он начинает с ним говорить на повышенных тонах, он начинает кричать. Ну, вообще, почему иногда человек кричит другому человеку? Ну, когда человек на большой дистанции, на большом расстоянии находится, ему надо кричать, чтобы тот человек услышал. Ну, правильно же, да? Когда большое расстояние, чтобы тот услышал человек, ему надо повышать свой голос, ему надо переходить на крик для того, чтобы тот услышал. И в духовной жизни точно так же, когда между мною появилась дистанция, между мною нету близкого общения, которое должно быть, то возникает вот такой конфликт. Человек начинает кричать, повышать голос и так далее. Братья и сестры, знаете, говорят, что влюбленные, да, любящие два человека друг друга, они шепотом общаются друг с другом. Им достаточно шепота. Достаточно шепота. А когда появляется дистанция, то человек начинает повышать свой голос. Повышать. Знаете, в книге посланий Филимону, это очень коротенькое послание, которое состоит всего из одной главы, апостол Павел, когда пишет это послание Филимону, он вспоминает о некоем рабе Анисиме, который обратился к Господу, находясь в узах вместе с апостолом Павлом. Это беглый раб, которого поймали и посадили в одну камеру, где находился апостол Павел. И этот раб покаялся от проповеди апостола Павла. И апостол Павел ходатайствует за этого Анисима Филимону, хозяином. Филимон – это хозяин Анисима, этого беглого раба. И он ему говорит, что прошу тебя, не наказывай его, ну и так далее. А потом он ему говорит такие слова. Если ты имеешь общение со мною, то прими его, как мое сердце. Братья и сестры, если мое сердце кому-то расположено, я все прощу. Я прощу недостатки, я прощу все погрешности, потому что мое сердце расположено. Если я человека не вмещаю, если он мне по каким-то параметрам не нравится, я все подмечу, выговорю, скажу ему об этом и так далее и тому подобное. Братья и сестры, вот это на самом деле так. На самом деле. Знаете, у нас, ну и еще когда мы жили в Вологодской области, была одна семья, они общались друг с другом записками. Ну, получалось так, что она в дневную смену работала, а он работал в ночную смену. И она уходила на работу, его еще не было. А он приходил с работы, ее уже не было. И потом наоборот, когда она приходила с работы, он уходил на работу. И вот они почти друг друга не видели, и вот он приходит домой, она пишет записку там в холодильнике, там борщ разогрей, там вот второе туда-товое. И у них чисто деловое общение, надо купить вот это, надо в магазин сходить, вот это купить и так далее. И вот у них чисто деловое общение. Практически никакого общения. Никакого общения. И он через некоторое время говорит, ты знаешь, ты знаешь, я стал работать в дневную смену, и он, мы теперь общаться стали, общаться, мы хоть сейчас можем вечером сесть, пообщаться, друг другу рассказать. Братья и сестры, на самом деле это очень важно. Просто иметь общение друг с другом. Если у меня появляются натяжки во взаимоотношении, это первый признак, что мне надо обратить внимание, сколько времени я уделяю общению второй половине. Если у меня нет общения, то у меня будут возникать натяжки. Не сейчас, так через какой-то промежуток времени. Они обязательно будут. Поэтому это явный признак, что мне надо иметь это общение, поближе быть, что-то рассказать. Вы знаете, вот многие, как мы уже сегодня говорили, что многие истины Христос объяснял на природе в непринужденной обстановке. Он собирался со своими учениками и многие важные библейские истины, основоположные, фундаментальные истины, он объяснял в непринужденной обстановке. Вот это очень важно, чтобы и у нас были такие часы, когда бы мы уделили внимание своим детям, пообщались с ними, заглянули в душу ребенка, узнали, а что у него так, а что не так. Бывает, у человека просто болит душа душа, и ему даже трудно объяснить, что у него болит, но он страдает, и когда он откроет тебе свое сердце, ему легче станет. А это все происходит в результате общения. Это просто так не будет. Взял человека и рассказал. Нет, для этого нужно просто пообщаться, что-то рассказать, о чем-то вникнуть. Братья и сестры, это очень важно. Это очень важно, иметь общение. Я, знаете, я уже как-то рассказывал, например, я в военном училище учился, ну, будучи неверующим человеком, и стал посещать собрания. Это были первые шаги мои обращения к Богу. Вот. И наступил такой момент, когда как-то, вот знаете, что-то налегло очень такое тяжелое, какие-то большие переживания. И я, у меня, знаете, такое появилось внутри желание больше не ходить на собрания. И я думаю, схожу последний раз, схожу последний раз, и потом, после этого ходить не буду. И вот я с таким настроением пришел туда, такой, видимо, ну, какой-то подавленный, такой, мрачный. И на меня обратил внимание один брат. это, он не был служителем, это был обычный рядовой брат, примерно мой ровесник, может быть, чуть-чуть постарше меня. И как-то вот он сумел что-то мне рассказать, со мной пообщаться, обратить внимание. И я вот не помню, о чем он говорил. Я не помню, что он мне говорил. Это было очень давно. Но я помню, что после этой беседы мне стало легче, что после этой беседы у меня появилось желание еще раз прийти на собрание, а потом еще раз прийти на собрание. Братья и сестры, вот беседы, общения друг с другом очень важные. Написано, что там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Там, в общении друг с другом. Вот следующий момент, на что мне хотелось обратить внимание, это способность снисходить друг к другу. Способность просить прощения друг у друга. Что значит снисходить? Как понять снисходить? Это значит стать на одну ступенечку ниже, снизойти. Это не требовать с человека. Есть, знаете, люди очень требовательные. Очень требовательные. Они требуют, они очень строгие люди. А знаете, в экклезиасте есть такой стих «Не будь слишком строг». А дальше написано, помните, как? «Зачем тебе губить себя? Зачем?» Вот когда мы, какую мы меру мерим, такой же меру будет отмерена и нам. Если мы, люди очень строгие, очень такие, знаете, вот придирчивые, вот точно такое же будет отношение к нам. Какую меру мы мерим, такая будет отмерена и нам. И поэтому очень важно, чтобы мы могли иметь способность снисходить, снисходить друг к другу. Написано, что вы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Но каждый должен угождать ближнему во благо, написано, да, к назиданию. Каждый должен угождать ближнему во благо к назиданию. Угождать. А что это значит? Как это понять угождать? Вот знаете, братья и сестры, если я вижу, что второй моей половине что-то не нравится, ей это очень не нравится, нужно приложить усилия, чтобы этого не было. Я вижу точно, что ей что-то не нравится в моем характере, в моем поведении и так далее. И мы призваны друг другу угождать. Во благо написано к назиданию. Не просто так вот исполнять все прихоти и так далее, но только то, что послужит во благо и послужит к назиданию. На самом деле это очень и очень важно. Знаете, ну, большая честь для человека, если он способен признавать свои ошибки и просить прощения. Вообще трудно просить прощения друг у друга, как вы считаете? Кому как, да? Да, кому-то полегче просить прощения, кому-то трудно, но в основном, в основном, наверное, человеку непросто просить прощения. Есть даже такой христианский стих, короткое, двухсложное, прости, бывает тяжелее подъемов горных. Как трудно нам его произнести, как часто застревает оно в горле. И человеку трудно подойти и попросить прощения. Вот знаете, признаки, когда мы читаем в послании Тимофея, там есть признаки последнего времени, что люди будут непримирительные. Помните, да? Это признаки людей последнего. Им трудно будет примириться с человеком. А почему я? Он виноват. Пусть он просит прощения. Братья и сестры, а бывают моменты, когда, ну, я сильно не считаю себя виноватым, но для мира мне нужно попросить прощения. Или это не надо практиковать. Только тогда, когда я виноват, вот только тогда я буду просить прощения. А если я вижу, что человек что-то имеет против меня? А если я вижу, что ближний на меня огорчился? Какая моя должна быть позиция? Да пусть огорчается, да пусть, раз я ж не виноват. Нет, конечно, братья и сестры, я понимаю, что если человек на меня огорчился, если он носит в своем сердце обгорчение, обиду, то это честь и высота для человека первому подойти и попросить прощения. Хотя бы просто за то, что я послужил огорчением или, может быть, еще чем-то, и человек огорчился. Поэтому я понимаю, что эти моменты съединяют нас, они делают нас близкими, способность снизойти. Муж пришел с работы, уставший, в доме беспорядок, в доме там дети что-то натворили, он приходит в обстановку, которая, ну, не такую обстановку он ожидал. И я понимаю, братья и сестры, что такое может быть, совершенно, это в многодетных севьях совершенно спокойно может быть. Или наоборот, жена приходит с роддома, она вся измучена, ей еще предстоит восстанавливаться и так далее и тому подобное. И она приходит и не находит должной поддержки, она не находит должного порядка или еще чего-то. Братья и сестры, такое может быть. И очень важно, чтобы мы могли снизойти друг к другу, не выговаривать друг, подожди, не торопись. Завтра все изменится, завтра ситуация поменяется. На сегодняшний день вот так. Иногда нам нужно это пройти. И Бог иногда допускает в нашей жизни какие-то неприятные моменты, которые нам надо пройти и проглотить. Такое может быть. Братья и сестры, вот Бог предвидит цель, Он желает каждого из нас привести в небо. и мужа в небо, и жену в небо. Но мы бываем, знаете, у нас много всяких шероховатостей, у нас много амбиций, и над нами надо работать. И очень часто Бог допускает какие-то ситуации в семье, которые очень-очень неприятны друг другу. И вот в этих ситуациях снизойди. в этой ситуации покрой это все, не выговаривай это все. Не надо упрекать друг друга, не надо выговаривать. Просто снизойди, это будет для тебя честь. И ты увидишь, что ситуация в доме поменяется. Это будет работать на твое сближение, это будет работать на твое соединение с другой половиной. Братья и сестры, что может нас разъединять? Что может нас разъединять? Искание своего. Когда один ищет своего и другой ищет своего. Когда вот Слово Божие говорит, чтобы мы искали пользу друг друга. Друг друга. Когда человек ищет своего, чтобы мне было хорошо, и так далее, и тому подобное. Вот это то, что будет нас разъединять. У нас, знаете, одна семья, но это не в Петербурге, это в другом месте, многодетная семья, большая семья. И вот мама вся в трудах, она и стирка, и готовка пищи, и воспитание детей, каждый ребенок за ребенком рождается, а папа он ходит, у него, знаете, у него все хорошо, все, он ни при чем, он ни при чем, он ходит, он позвонит, там, спросят, как дела, как в Петербурге погода, спросят, ну и так далее. Вот он приходит, вот он видит, жена вся в мыле, она все, она не успевает, там дети пришли со школы, надо готовить уроки с этими детьми, надо это, надо быстрее там закрутки. и он ей говорит, говорит, у тебя, говорит, что, тариф все включено, ну машинка включена, плита включена, там все включено, она ему говорит, а у тебя, говорит, какой тариф, а он говорит, а у меня тариф супер ноль, супер ноль, ничего, ноль, по нулям. Вот оно так бывает, братья и сестры, знаете, когда один все тянет, когда вся нагрузка лежит на одном человеке, и происходит огорчение, конечно, это огорчает, когда вся нагрузка лежит на одном человеке. Вот такого это то, что разъединяет. Знаете, когда это действительно так, то добрые отношения, они притупляются, когда, ну, один, ну, другому не помогает, или помогает очень мало, или он занят исключительно своими делами, и он не думает о том, как помочь другому своей второй половине, не думает. Это то, конечно, что будет нас разъединять, искание своего, искание своего. Знаете, что еще может разъединять? Это вопрос воспитания детей. Ну, я думаю, что, наверное, эти вопросы уже поднимались, и, наверное, они такие очень распространенные, когда один наказывает ребенка, а другой в этот момент начинает вступаться. Что же ты делаешь? перестань его наказывать. А дети все это слушают. Они же великие психологи у нас. Они все это наматывают, они все это просчитывают, кто добрый, кто добрее, и так далее, и тому подобное. Братья и сестры, это то, что нас может разъединять. Вот в вопросе воспитания детей у нас должно быть единство, единодушие, единые взгляды. И если даже я не согласен с чем-то, не надо это делать в присутствии детей. Не надо. Ты скажи об этом в тайной комнате. Потом скажи. Если ты видишь, что кто-то наказывает ребенка, как тебе кажется, очень сильно и даже жестоко, скажи это потом, чтобы дети это не слышали. Дети должны видеть единодушие, единомыслие между родителями. когда это так, то это конечно будет приносить благо. Это будет приносить благо. Братья и сестры, как я уже сказал, что взаимные упреки, придирки друг к другу, выговоры это то, что может нас разъединять. Когда мы постоянно выговариваем друг другу, когда мы постоянно упрекаем друг друга, даже приводим тексты Писания, как кто должен делать, какие обязанности у кого, это то, что нас разъединяет. А вот я напомню, братья и сестры, что у Господа нашего была цель образования семьи, чтобы человеку было хорошо в этой семье. Хорошо. Даже исполнение заповедей в Писании, исполнение заповедей Божьих, чтобы человеку было хорошо. Ты исполняешь заповеди, чтобы тебе же было хорошо. И в семье оно может быть либо хорошо, либо плохо. И очень много это зависит от каждого из нас. И это должно быть обоюдно и со стороны мужа, и со стороны жены, чтобы мы со своей стороны прилагали все усилия, чтобы стремиться к миру, чтобы иметь общение друг с другом, чтобы иметь способность снисходить друг к другу, покрывать какие-то недостатки, прощения друг у друга просить. И ни в коем случае, чтобы со своей стороны мы не упрекали, не выговаривали друг к другу. братья и сестры, это вот то, что необходимо от нас, чтобы мы могли прилагать все усилия на сближение, на соединение. И написано, и дам им одно сердце, одни мысли, одни мысли, во благо им, во благо. Да поможет нам Господь, чтобы действительно у нас было одно сердце и одни мысли. Пусть в этом Господь нас благословит. Аминь.